так смотрите третья серия вы спросили что это у вас руках если можно можно а было нельзя она 20 лет назад 20 лет назад я использовал как подвой она была несъедобна проходит 20 лет сейчас вам покажу какую красоту вырастила на ней но это дерево одной из первых упал упали жалко не могу похвастаться сейчас в общем получилось так а есть да давайте глядим с той стороны тут тени поэтому жить отрывайте вот пробуйте есть можно а есть нужная нужна так вот там с той стороны более роскошные чем эти более чё правда вкусно это не то что вкусно так это самое невкусное из этих у меня тут 5 сортов есть еще дальше пойдет вкуснее да так вот смотрите сюда подвоенная груша во второй серии я сказал что я получаю по морде она стала слаще еще раз подтвердить а еще раз вот она была несъедобная а теперь можно я вот это как наша иркутская грубо говоря на раньше но ваша не вкусная не вкусная вот теперь слушайте дальше вы как будущий специалист да вы уже только начитаны что я уже с вами на равных готов разговаривать можно взять семечки можно взять черенки из и сделать ее для иркутска самостоятельная культура съедобная и абсолютно морозостойка ведь на ней на этом подвое то да смотрите еще один вариант осенний груши вот она созревает в этой 2 месяца вот данный момент это осенняя клюва когда она дозреет она сама сладость давайте сейчас попробуем да вот это она вот она не пробовать же такую сейчас где-то почище почище я в том что боюсь срывать а вдруг вы разочаруетесь а она позже нам да то она и осенняя что до сих пор еще ну что делать то испортим кофе а если тряхануть дерево чуть-чуть я хочу вас убедить нас по голове получится да это не то ерунда ну давайте эту пробовать грушка подел упала нет лопнула это переспел это ну что так и не убедитесь что я не якорь его из самых вкусных у меня вот в голове тоже мысли они так хаотично двигаются вот если с этой груши взять семена что вырастет ну хотя бы примерно она подвойная поэтому неизвестно что то есть она на подвое михалыч ему я тут с гостями если прямо сейчас подойдешь тогда груш возьмешь давай 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 до начинал 10 сортов а потом или отмирали или я сам отрезал вот давайте еще вот скорее всего что-то такое получится сладкая и мелкая вот с этой семечки скорее всего получится мне они не обязательно такая почему есть такой был сам всего небесная бодр он крупной культурной груши вырастил семян из магазинах но он волшебник я вырастил ну как вырастет еще не вырастет груша пока мне нравилось одно время вот смотрите вот несъедобная груша я все время забываю отрезать эту ветку вот это и вы тоже когда будете испытывать абсолютно несъедобно это один пример так смотрите подвойная угощайтесь подвойной идет или уже хуже той а ну это ладно теперь смотрите сейчас придет мой сосед земляк и вот последний груш соберет да давайте мы сейчас сделаем хитрость вот сейчас я вас угощу угощу воронежской а вот она походу но если поспел отрывайте давайте 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 пробуйте грушка груш сало как сало а самый сладкий все впереди вы знаете вот смотрите чтобы не раскатывали губу у меня был фильм если бы все видели она самая подверженная парше именно эта груша именно это сорт вот для меня он безымянный то есть берка все давно потеряно у меня тут на втык она была 10 сортов так именно она оказалась в этом году очень много влаги видите вот это называется плодовая гниль так вот это а когда она в такой стадии начальной то есть она даже перешла на дикаря плодовая гниль вот пошло дело в чем ну да и на дикарях вот ну дикарь может быть такого же свойства груши все обычно большинство груш из самых сухих солнечных и мало дождливых мест попадая допустим один год у меня как прошлом году полная засуха слаще не бывает как они себя чувствовали в крупности при полной засухе а у них запас был до столько что они повлияло а в этом году я бы не вот вас сейчас угощал вы знаете вы думаете это мелба это одно название она должна быть два раза крупнее просто после прошлогодней засухи сказалось в этом году плода много а полтора два раза мягче то есть она все равно себя в объеме грубо говоря если говорить о том что допустим я хочу получать с дерева 10 ведер грубо говоря 100 килограмм она даст плоды меньше скорее всего но опять же 100 килограмм своих дает либо она дает плоды крупней их получается в количестве что ты совершенно верно вот ну ну надо же примерно то же самое приятно слушать дело в том что это раки были крупные но по пять рублей на вкус когда она крупнее не меняется это знаете как или это больше нет это они от вкуса больше зависит от солнца первое это фотосинтез есть фотосинтез есть глюкоза понятно так мне к сожалению невольно позвонил сосед сейчас ждать его пока придет кто-то приехал гости просите игрушку гостить а как я соседу откажу а вы знаете я потерял тоже бирку я же говорю тут когда-то было десять сортов на каждом вот а теперь результат а это да еще один вот и тут получилось так что это было так давно что я потерял часть сортов я их угощаю сейчас придется и будет его снимать для этого специально этой самой бутылкой снимать вот но к сожалению как мы сейчас если уйдем он ко мне не попадет так знаете что мы сделаем я сейчас отключусь по и пойду открою дверь вот а потом продолжим потому что самая вкусная груша мы еще не дошли и и и и и и и и и